всем привет даже дорогие зрители подписки канала вы как все на канале семья на чемоданах с вами я снарян ребятки сегодня я вас приглашаю новый как всегда интересный выпуск потому что сегодня выпуск будет про природу будет много сочного контента сегодня обязательно начнем этот выпуск с купалки но чуть прям попозже будем путешествовать в горах наша задача сегодня забраться на гору чала что-то в кемере перевалиться через нее погулять там по тропам и добраться нам до дикого пляжа будет сто процентов интересно ведь в кемере по-другому даже быть не можем потому что кемер это реально прям топовый город с его невероятной природой ребята ставьте лайкосик обязательно пишите в процессе комментарии и погнали в новый выпуск я сейчас нахожусь в центре кемера получается здесь такая ну почти туристическая улица почему почти потому что здесь еще есть много чего местного а вон там вот дальше начнется уже туристическая улица я сейчас иду к пляжу старбаксу мы там встречаемся с амбатом сегодня путешествовать и не один будем вместе с амбатом вот и будем отправляться уже по пляжам и буду вам заодно все показывать рассказ будет точно точно интересно вот кто ни разу здесь не был то я конечно рекомендую обязательно сюда приехать потому что здесь очень и очень клевенько ну я сейчас про кемер как раз вот звонит самба видимо они уже там мы на 10 утра договорились вот далее вот сейчас утром много магазинчиков еще вот тут он закрыто видите но уже что-то работает здесь очень красивая улица вот на этой улице прям рекомендую прогуляться нужно свете такие фонтанчики клумбочки пальмочки все это очень интересно сочетается вот поэтому на этой улице точно стоит погулять что-нибудь все прикупить вот так же есть очень много всяких кафешек пидешных местных и дали то подобное вот в общем эту улицу я уже как-то выпуске говорил что здесь точно стоит погулять так что приходите приезжайте ведь как атмосферно здесь вот и получается вдоль всей улицы идет вот этот вот назовем ее река вот с такими стеклянными мостиками что тоже очень прикольненько и такие вот видите парапеты на которых можно сидеть и отдыхать собственно видите у меня уже улица закончилась туристическая остается позади а нас ждет уже непосредственно другая архитектура это он уже порт марина так и домики площадь домики которые установлены для продажи всяких туристических безделушек сейчас я вам покажу здесь установлено таких вот 42 по моему цветных домика сейчас они тоже закрыты потому что пока все спят вот смотрите памятник огромная там детская площадка и и тоже же показал выпуск а здесь ну классно самом деле парк вот и собственно за детской вот этой площадкой есть как раз старбакс вот в нем как говорится и все встречаются все пересекаются вообще старбакс молодец дает бесплатный вай фай сколько мы путешествовали по турции когда на машине часто заезжали в кит старбаксы и брали там интернет например для загрузки тех же видосов вот смотрите прикольно они это сделали такие домики 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 а вон стоят уже непосредственно ребята и ждут меня но я чисто по-турецки почти не опаздываю на самом деле 10 минут здесь никакой роли не играет так делают почти почти все морюшка привет так они это вот смотрите одна палатка работает вот здесь вай-фай кстати бесплатно вдоль всего парка вот такие есть столбы здесь же можно в этих столбах даже подзарядить телефон так а вот наш спортсмен самбас здорово это музыка играет с кораблей вон они видишь пираты и пиратские корабли уходят вот в море подобный цвет как а весь белый нужно нужно помыть хочу так намазался быстрее быстрее здесь нет серфера серфинга здесь нет и мы это короче побежали я забыл что надо размазать все это застыло и тебе ну понятно добро пожаловать май как я люблю говорить май это самый лучший месяц для путешествий все только открывается еще очень мало туристов туристические места не загружены и все эти факторы очень влияют на качество поездки а еще на качество поездки очень влияет жилье и ладно если вы путешествуете один либо вдвоем есть время искать проверять и ошибаться а что если вы с детьми как мы всеми точно меня поймут ведь едешь в отпуск чтобы расслабиться и отдохнуть и уж точно не хочется напрягаться с отелями поэтому хочу вам рассказать про мтс travel это надежный сервис бронирование отелей в россии и за рубежом с гарантией заселения и круглосуточной поддержкой на сервисе достойный выбор отелей с возможностью дополнительных фильтров можно отсортировать по цене заездом выбрать отели с питанием и без оплата в рублях по фиксированной цене и это точно важно поверьте это значит вам не нужно будет переживать о скачках курса если вы собираетесь отправиться в поездку за границу например в турцию как мы кроме того сейчас при бронировании отелей по россии вы получите кэшбэк до 10 процентов а в поездках за рубеж даже бесплатный роуминг в общем выбирайте отели на мтс travel и вы сможете устроить себе самые любые приключения без приключения с отелями ссылочку я оставлю там в описании переходите бронируйте себе отель собирайте чемоданы и просто наслаждайтесь своим отдыхом будьте уверены что мтс travel вас не подведет собак недавно получил травму коленом вот и приехал отдохнуть чтобы он не расслаблялся вот я его таскаю в гору уже который день вот по имени я тебя тащу так что сегодня будем забираться вот куда-то нет в макдональдс пойдем короче вот что что он на марину вообще еще здесь ни разу не показывал вообще кто не знает это по сути кемпинг для яхты лодок у каждого есть подключение к воде к электричеству ты вот так вот живешь где-то у них здесь есть туалеты куда они ходят вот и маяк видите клево мы кстати как-то финики заезжали к нашим зрителям они тоже много много лет живут на яхте я выпуск оставлю там внизу посмотрите я как раз они запускали на свою территорию и показывали нам как живут и показывали свою тоже яхту прикольно вот есть авто дома а если такой яхтный образ жизни так ну а мы идем и двигаемся дальше вот мы попадаем на мулайт собственно на котором уже были прям буквально предыдущем выпуске такой большой большой парк со своим пляжем с аквапарком вот здесь конечно что что точно стоит погулять все такое салатового цвета правда все запрещено в велике или самокаты и курева можно только мусор выкидывать и больше ничего нельзя мы решили не купаться здесь бухте потому что сюда и всякие ну мусор короче прибивает как и в принципе традиционно в любую бухту поэтому мы сейчас хотим вот как раз гора чалыш вы не на нее будем забираться через нее будем переваливаться и где-то там у подножия попробуем покупаться надеюсь у нас получится мы шли-шли и к реке пришли через реку только лодки стоят и все больше ничего нету ладно сейчас будем искать какую-то другую тропинку возможно в обход пойдем а возможно это попробуем к морю подойти может как-нибудь там может быть вплавь вплавь будет интересно гораздо чем пешком согласны идем вдоль забора и здесь древний город иди роз на самом деле идешь и думаешь да в смысле только сосны по факту вот по ходу вот эти камни груда камней точнее на такая гора это и есть остатки этого города ничего масштабнее я не видел на самом деле это это просто потрясающе вообще я же говорю вы не зря приехали в турцию чтобы увидеть вот такой вот древний город и роз где вы еще такое видите посмотрите как масштабно это смотрится невероятно вообще класс мы снова уперлись в реку ходим блуждаем блуждаем нам нужно вон туда и начать уже восхождение вот на этот хребет жарко еще у нас очень получится вместо стройка это идет что будет смотреть мы наконец-то нашли ту дорогу где можно идти сосновом лесу но это все равно не то что нам надо где-то должна дорога сейчас уходить будет вправо тропинка точнее уже вот мы туда будем поворачивать куда-то здесь ходят походники за ручку добро пожаловать на тропу я надеюсь это то здесь на самом деле просто много троп и можно даже будет вот забраться на гору на эту чалыш и там уже ходить вот но наша задача пойти пока здесь основная задача вообще просто забраться на эту гору в принципе как я понимаю это такой попсовый маршрут но тем не менее город делал такое лучше ходить как можно чаще так я опять первый самбат и дух и собираю все паутину на вот эту утреннюю утреннюю паутину приходится собирать мне вот тропа сотри куда-то уходит да и она кстати прям четко в гору пошла по городу а это непонятно куда начинается первый подъем начинаем видите подниматься по таким природным лестницам из корней из камней но вроде бы идем туда надеюсь в принципе вершина одна и уже тяжко нормально колено сама все помогаете что в это стука реально помогает хорошо фиксирует колено здесь узко такая камни и пошел кстати достаточно этот резкий подъем вот какие-то метки видимо есть ну да вот смотрите стрелка стрелка вниз значит все мы нашли ту тропу и идем правильно и конечно огромный плюс от того что тенек это хорошо вот они указатели я думал пещера какая-то чел надо было подержаться за него попробовать так вот тут все камни тоже в метках да да достаточно круто включил стрелку потом посмотрим набор высоты сколько на давай ага мы вчера просто самбатом ходили в горы в такой в новый маршрут где ну не я не ходил не он не ходил у нас там недалеко дома обязательно тоже сгоняем вместе с вами покажу его но позже и там сколько мы километров пошли 5-6 километров потому что вчера еще на каньоне тоже около пяти но шагали суммарно 11 за один ой да вот я ничего не снимал мы просто пошли так сказать на разведку посмотреть и вчера прям лазили по хребта а сегодня вот опять идем по ходу отмороженный вот что людям не сидится во все включено все все съели и до закончилось вот я такой же был ответ мы не сговариваем все понятно но есть маршрут видимо сейчас делится если продолжить прямо там будут какие-то сейер террасы но мы так подумали что это слишком маленькая точка низкая для смотровой поэтому свернули налево и продолжаем фух такое своими не восхождение вот сейчас снова подъем начинается кстати самбат это вот твое дерево который это вчера не же я вчера прям трогал порода да хочется гладить кто в курсе вообще он вчера гладил его 20 минуты и пойдем уже я не могу оторваться я верну пойдем сделал дополнение что мы не употребляем запрещенные вещества желание погладить дисклеймер сейчас просто да у нас такие у нас додумывать еще хочешь сушка поэтому да это важно важно но такая вот тропа долго и что ты думал мы идем в нелегкий походик оба вон а вон туда на вершину камера не передает всю серьезность но я вообще не понимаю чем это людям нужно которые живут по все включено когда меняют там постель убирают они прутся в горы но как без города вообще жить правильно мы поднимаемся выше выше и вот остановились смотрите чё тут а дальше дальше будет еще виды красивые фух вот за это я люблю горы когда ты идешь идешь особенно вот с видом на море когда и на города ты такой идешь 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 такой устал устал голову поднимаешь поворачиваешь а там такие красоты это классно особенно когда идешь например на рассвете как в геленджике я ходил на надпись геленджик один выходил еще темно было пришел туда и встречал там рассвет вообще в гордом одиночестве это конечно потрясающе хребты хребты о морите отеле пожалуйста марину уже даже видно кого ну да 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 отсюда конечно все анталию видно все они кстати погода почти ясно тучи только в горах сейчас заберемся наверное вообще весь анталийский берег будет видно надеюсь куба куба а в каких-то местах виды вообще теряются мы погружаемся полностью в лес я иду и вспоминаю шри-ланку когда мы шли по джунглям здесь идти как-то ты идешь идешь думаешь только чтобы камень какой-то попался ты не упал а там идешь и везде палишь по глазам чтобы обезьянка дико я не не прибежала не схватила чего-нибудь чтобы змея не выползла скорпионы то есть там джунгли а здесь как по-другому так мы продолжаем и подъем периодически все круче и круче а еще повсюду вот эти вот красные деревья непонятно что за деревья но мы идем и думаем там точно вверху будет вознаграждение какой-нибудь ну как минимум виде шикарного вида хух какой участок начинается хух просто хватающийся вот так вот за камни по море какие паутины видимо здесь что-то когда это было прям на вершине крепость какая-то слишком ровно они лежат будто стена или забор чей-то мы кстати видели уже с один пик он найти так через лес виднелся надеюсь мы туда и идем да и судя по небу как-то вот уже там горизонт вот наверное сейчас дойдем уже так что-то почему-то вообще она пошла вниз нам так не надо в общем еще стояли на развилке получается есть пойти вправо мы упираемся в холм чалждак вот там видимо какая-то есть смотровая вот мы хотим все-таки до нее дойти а если пойти прямо то мы как раз упираемся точнее спустимся вот на дикий пляж куда мы тоже хотим и там покупаться и если мы пойдем налево то мы как бы сделаем крюку по всей этой вершине дай поэтому что решили сначала туда сходить ведь как мы идем по каким камням есть как бы ни разу не тропа туда сходим потом вернемся сходим скорее всего до пляжа потом опять поднимемся в гору и пойдем уже вокруг наверное сделаем так да сама ну да 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 ничего подъем но там не тропы мне кажется тут как раз самые красивые будет там где ничего нет буквально сколько 10 метров и конечно там прям откроется вид слушай может быть да это вот мы вчера шарились по таким скалам только они были открыты здесь ты как бы подышите а дерево держит а там вообще открыты были да я тебе говорю пошли конечно все самое крутое там где нет тропы а у да только это дерево очень колючая быть как вот просто в приседе вот так вот проходим вот вот таким вот камня вот я тебе и говорил на этот камень самый кайф еще вот это вот дерево она капец какое колючее вроде такое с виду безобидно и листочки зеленые туда-сюда а по факту осады речес раз царапаешься как-то вот так это делать потому что потом будет нафиг все колодцы короче я не знаю давай как не пролазь оба ранение ups это же сцепление метод как будто лучше чем все не кроссы трекинговые вот видите в тапках всегда в тапках так отходи да я прыгну оба в я нашел вот прям свой камень ребята сейчас будем прям это кайфовать где аутя там сейчас значит от твоего доберемся так смотрите конечно все опасно просьбы не повторять оба так надеюсь ничего здесь не рухнет а по слушайте не дай бог на них упасть они такие острые как а царичка круто вот она бухточка вот это да стремненько конечно здесь стоять потому что камни если к ним присмотреться смотрите какие они острые не дай бог на них упасть особенно вот это ты смотришь это просто какой-то лютый так здесь я не упаду никуда не лево не вправо потому что падать будет больно опа ух 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 невероятно вот так вот круть да мне кажется это сейчас самая высокая точка здесь как считаете либо вон туда еще можно чуть дальше пройти вот полностью бухта вот где мы были сейчас загуляли марина весь пляж кемер вот это вот генюк таунт анталия да я думал вот сюда пройти но видите мы получается еще выше находимся ой 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 так ладно я пойду сейчас туда подальше там есть еще выше камень главное это делать очень максимально аккуратно ведь это сразу и улетаем опа впереди опять какие-то камни оба смотрите насколько они острые прикинет ступиться все все дальше не пойдешь так это да я пройду да наверно да попов видишь ну да здесь 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 это здесь стрёмно конечно же так куда туда туда на телефон убрать будем перепрыгивать короче эту штуку просто перешагнул до оба так надеюсь получилось да мои какие они они капец какие острые ни фига себе то что то что мы любим да вот здесь кстати вообще еще лучше вид открывается там не дерево мешало с это ну да конечно здесь можно вообще по экстремалить его красота невероятно я больше не хочу никуда эти вот она река через который мы пробирались хотели класс еще можно вот на вот это вот забраться какая высота ты смотрел все здесь можно 240 метров по хребту пока 240 метров но так ли это мы не знаем надо было рулетку с собой взять вот этого знаете о можно дрон кстати откинуть и это опустить а давайте сверху полетаем точняк полетели и вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 аккуратно здесь козы ходят видишь горох да так еще и как нам дальше заберемся думаешь думаешь прям легко там короче красиво по ходу дела давайте забирайтесь только аккуратно козий горох повсюду вообще а то потом будете вонять ходить оба это о ничего себе это получается мы вот это все обогнули мы где-то там были внизу давать залазь здесь красиво читать руку ой-ой-ой-ой-ой-ой невероятно слушайте вот вот они горы ой здесь короче такой разлом сюда лучше нафиг наступать на его в бане и чего у нас вот она вышка и получается что здесь можно по камням побродить так вот по скалам это мы вон там прикинем были вот внизу ну ну не баха черепаха какая бы что ничего себе да черепашка кто-то забралась в такую высоту это ее какашки дали ура у нас сегодня будет черепаший суп ехать нет не за дикую природу эй подруга там колючо никого не было кроме черепахи да ходить пока лежал детстве на карте но река не боится у них у вас три когти кстати могут шипит не довольна что ты и самбат вытащил ты снимаешь грязи камера мари на себя в зеркало кайты ой цеплют вообще цепляется они кстати очень сильный ну мы сейчас отпустим не переживай будешь гулять дальше а вот много сотрю стая просто на жопе на хвосте на лоб очень много клещей этот кто-то спрашивает если в турции клещи их очень много здесь вон смотрите черепаха вся в клещах бедолага самбат помоги мари вон на лапе сотри уже надуты и все тут конечно надо часа два наверно выколупывать серьезно внутри мари-мари-мари как она вся в клещах ладно подруга шагай мы тебя отпускаем суп из тебя не получится вот надеюсь мы не поймаем надо будет это потом тряхнуться осмотреться чтобы нас не покусали вернулись на тропу поднимаемся продолжаем дальше осталось совсем чуть прям вот и мы вот мы прям уже к вышке получается подходим и мы прям подойдем на этот холм называемый там вроде шука и достопримечательность отмечена как будто бы флаг турции флаги турции здесь повсюду поэтому это не особая такая достопримечательность но посмотрим потом обратно возвращаться не будем мы нашли еще там тропу одну которая вот так по кругу нас поведет вот пойдем по ней добрались вот перед нами эта высокая вышка но если прям целью ставить вышку где-то подниматься то видов не будет вообще никаких вот прям не насладитесь не морем не бухтами ничем то есть вот так как поднимались мы это прям самый вот прям самый кайп ну здесь вот все закрывает сосна дальше дорога пойдет вниз и мы будем идти как бы уже на снижение и короче нужно ходить именно по тому маршруту по которому я показал а сейчас нам нужно добраться куда-то вот туда а крепость а ну вот типа наверное флаг турции то что вот это пойдем сходим какие-то остатки крепости сейчас дойдем поглядим что это такое здесь такая кстати автомобильная дорога ну для уазиков каких-нибудь вот они камни укрепления видимо когда-то здесь была какая-то крепость сейчас здесь просто кит постройка не знаю что здесь дом даже в доме есть индей а так так и виды посмотрите это вот уже получается здесь виды на другую вообще сторону блин крутяк у я вам покажу вот эти вот три острова вдалеке мы до них доходили стояли там возле маяка тоже есть выпуск и вот они так были вдалеке ничего себе вставлять как мы далеко забрались вот она гора астероид вот она и послушайте как громко играет музыка где-то в отелях доносится сюда аж пляжная линия пустая кстати вот если на это смотреть но мы пойдем на дикий нам интересен дикий здесь смотрите какой открывается вид мастероид тохталы но она сейчас полностью затянута тучами каньон наш каньон река собственно ведь она просто вся пересушена где-то вот тут вот живем и да ну вышка короче просто вышка по сути здесь можно конечно полазить тоже по камням опасно правда можно туда свалиться ну а мы отправляемся дальше наша задача дикий пляж пойдемте ну да 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 там должна быть бухта точно шикарно сам бац его взял яблоки в походе прям самое то красота вот эта дорога ну у меня уже берут типа автомобильная она как раз ведет к отелям ко всем вот то что мы сейчас видели а вот отворот вот нам как раз нужно идти по вот этой дороге здесь информационный стенд кто здесь водится белки горные слоны это кто крокодилы и вот бегемоты образа не дико образа вот похода вот кто здесь водится ну а мы отправляемся как раз в этот прекрасный мир диких животных погнали вот здесь указатель вот пожалуйста чалыш этот гора идет эта вышка все снова в тенечек снова ногам испытания сейчас мы будем двигаться чисто спуск 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 и спуск конечно веселый можно подскользнуться и даже упасть ведь такой не очень комфортно я бы сказал да 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 дожди это как бы не было а тропа вот такая но поэтому нужно быть предельно внимательно но не знаю наверное здесь солнца мало поэтому наверное но здесь глинистая такая видишь порода вот эта красная идем дальше оба спустились как я понимаю мы походу в ущелье находимся а такое ощущение что мы находимся где-то на мкаде смотрите кириж 2 километра чалыш тп туру 4 километра здесь еще указатель кириж кимер все эти такие вот таблички навигационные круть вот мы идем туда наверное нам туда шли мы шли мы поднимаем голову а тут такая вот табличка вроде как переводится смертельный конец мертвый конец возможное то что сложная тропа и она закончилась смерть кончилась вы свободны ну пойдемте там наверно рай я надеюсь что там пляж настолько красивый чтобы такие вау это же рай мы в раю ну пойдемте здесь судя по вот этим всем этим штукам когда дожди сюда нехило все несется ой ой ну вообще на самом деле вот указатели есть поэтому идем здесь всего трики сами себе все порубили здесь даже они очень гладкие камни как в каньонах прям мог растет да 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 смотрите штуки вот как видимо ее так несет воду да 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 ничего себе чуть не вот вот почему смерть видишь чуть не умер так ну ладно идем дальше ты просто джунгли какие-то еще да 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 опять мне сказали что не в тапках ты горит не пройдешь нам сейчас встретились люди чего мне нравятся мои тапки вообще не понимаю тапки да тапки нормальные тапки говорит пляж просто офигительный вот она прям сказала женщина и мужчина час были вот поэтому я конечно надеюсь что это так но судя по доступности я могу сразу сказать что туда пойдет не каждый купаться ну как бы она нафиг не надо столько ходить ходят только отмороженные как мы и больше и больше никто это просто тропинка во все включено входило понял блин очень классно и вот мы идем обсуждаем тему что природа здесь вот тут и пока идешь от сколько там километр пойдем мы не знаем но природа постоянно меняется меняется и глаз общение скучает 368 про прощите рича 47 движение всего-то кстати даже двух часов еще нет как мы ходим а мы за это время успели столько посмотреть клещей увидели черепаху увидели яблоко съели воду всю выпили короче кучу всего было всего лишь два часа оба так ну ладно двигаемся дальше но по крайней мере везде метки значит мы не заблудимся я вот не знаю будет видно или не будет видно вот виднеется море это нам вот туда вниз идти и мы сейчас увидели точнее мы сначала услышали что о ей покатился сначала услышали что там прям крики оттуда доносятся людей вот а сейчас идем и нам мелькнула как она правильно называется то матча матча до которой вот эти столбы на кораблях то где паруса вот матч то короче значит сюда по ходу дела привозят как раз вот эти вот пиратские корабли ну покупаться значит здесь точно пляж класс но заодно сейчас вам покажу куда можно будет доехать на этом корабле но если он там еще будет стоять но вот здесь вот тропа она реально с препятствиями она действительно сложная то есть во первых это спуск это не подъем здесь вот ноги не за что уцепиться все камни вон они отлетают вниз и конечно нужно быть это предельно внимательным опа держимся смотришь на карту и идти вот прям вообще вот ну реально чуть-чуть мы уже идем наверно мало идем но тропа настолько как бы сложная опасно что тебе там время x3 делается но мы уже вот все видим смотрите вот уже корабль стоит цвет моря просто ой 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 вон там он все пляжик ай красота ну слушайте вот то что мы заслужили прямо под конец это конечно же чего шикардосный ёпара да вы чё нифига себе вот это и видел я это и видел смотрите чё там не 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 хрен все это камера не передаст суши вот это круть парить какой там разлом там пещерка отсюда но видим там я царю меня аж мурашки короче от красоты все пойдем последний рывок главное не кубарем давно здесь смотрите тут ну капец сучки ну пока это прям вообще топчик что мы видели вообще вот таки мере что прям вот так вот такая красота вот они тропы вот они туда куда куда не ходят люди сама тиши самбат поехал ты чё нифига себе все правильно тормоза придумал трус здесь надо быть очень аккуратным на самом деле я тоже могу поехать я еду между прочим оп 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 а корабль кстати отплыл уже все значит есть шанс что мы будем почти одни потому что почему почти потому что вот еще есть люди я вижу спускаются такие девчонки вот но посмотрим все равно сто процентов места хватит всем ребят такая красота да вы чего вы просто посмотрите что это а яй что это такое нифига себе я реально я не хочу выключать камеру не хочу я хочу вам прям показывать и показывать эту красоту боюсь правда надо есть вот этим одной и той же картинку там девчонка ходит прям по камням блин как же тут красиво ребята вон мужичок плавает видно не видно вам на и чистейшим еще заплывем куда-нибудь в эти пещерки возможно где-то прыгнем это полностью дикий пляж здесь нет никакой инфраструктуры но это максимальный топ который здесь нужно быть предельно аккуратно можно просто поспоскользнуться и это и рухнуть я счастлив что мы сюда добрались это невероятно а вот корабль слышите там играет музыка такая люди прямо оттуда прям с корабля ныряют собственно в корабле есть свой прикол ты можешь так вот доплыть до таких вот мест видите вот такую бухту они собственно и возят купаться но можно еще и понырять гляньте ну вы гляньте на эту красоту ребята вот это мы сейчас будем здесь плескаться купаться отдыхать загорать домой вернемся только завтра яблоки есть одно яблоко ну ладно нам хватит ничего страшного мужика сидим ну все мы начинаем спуск у нет смысле моего давно уже начали на самом деле вон там где-то мы были вон там где-то наверху но в любом случае все что я бы вам не говорил вот там наверху столько-то шли это не передается вообще вот так вот в словах и не передается через экраны я конечно надеюсь что такие путешествия вам нравятся а там вообще какая-то вон огороженная территория то видим как раз нам дети отели или что он чего не идете ладно я пошел погулять по камням ребята пошли на разведку как дойти до пляжа а я хочу вот здесь посмотреть как на можно пройти я хочу прыгнуть с камня вот так посмотреть хочу здесь глубину если получится оставить вещи вас взять собой неправильно ступил и сигануть прям со скалы но здесь кстати это знаете как здесь прыгнуть там можно вот самба давайте здесь покупаемся слышишь вот здесь при можно это видите морите смотрите но 10 можно просто оставить вещи вот отсюда понырять вот здесь вот наверное доплыть забраться на нет слов но честно серьезно это смотрится настолько круто настолько красиво что глаз радуется и конечно мне очень хочется вам это все передать а вот здесь встречи пляжи такие тоже конечно необычно я вот видал все это конечно на фотках где-то в интернете на просторах да вот можно с этой скалы даже попрыгать доплыть до нее но классно и самый финишный спуск на пляж вот так выглядит но нужно здесь быть максимально предельно внимательным аккуратным потому что подскользнуться и можно получить на самом деле очень серьезную травму ребята уже там вот я-то думал что там и попрыгать пойдем они нет ну ладно значит значит видимо сейчас будем доплывать а потом прыгать парить как масштабно вообще круто ну очень круто я не знаю даже не значит сказать мне нравится слушайте здесь вода нормальная ну то есть она прям не такая что у ее какая холодная здесь и не песок и даже не галька здесь какой-то я не знаю булыжник кстати здесь смотрите здесь есть такая рыба которая делает пилинг она начинает кусать не пугайтесь просто расслабьтесь и получаете удовольствие я же говорю надо было сразу со скалы прыгать а вы вот идете куда-то серьезно на к тут все равно скользко здесь так скользко что проще лечь и ползти чего все глубина блин какие же здесь скользкие камни слушать вообще так поплыли сейчас заплывем туда ой ну что же окунаемся что давайте сразу тогда нырнем вот ой 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 ну все я ныряю вместе с вами плывем в пещеру тут вода теплее чуть-чуть да красота слышите но мне очень нравится смотрите какая там пещера чё кто будет заплывать поплывете так здесь нет на видно да не пробовал я не достаю так смотрите будет видно дно ну вот видите приплывает ой здесь то вообще теплое да о среди к углубление это можно заплыть но мы это делать не будем стрёмненько не охота и вот с муточкой потягиваются а они же на опыте уже фух так ладно теперь надо откуда-то обязательно прыгнуть значит пошлите на кунь скалу морите на острый нет здесь даже не скользко здесь эти мидии растут поэтому здесь прям хорошо а ух а вот тут уже начинается острота ногой наступая но это ладно барика красивая порода мнение и вот корабль получается вот кому надо вдруг кто-то захочет тоже брать экскурсию он так проплывает просто по кругу туда-сюда туда-сюда ухо а сюда вот можно как раз прыгнуть я думаю что здесь глубина большая да у нас кого-то высота смешная но если не больше а можно вот на эту сторону смотри прыгнуть мы просто идем по какой-то другой планете а вот сюда вот рыбкой а у как тебе как тебе вариант давай давай ты тяжелее ты но еще точно достанешь я заботливый нет здесь еще да 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 давай ну как красава прыгать так ну теперь моя очередь так держим вас крепко вы же прыгаете со мной вот так вот ну все прыгаем лицом прям так вошел руками не закрыл давай вода соленая вот очень соленая но неплохо там где у нас да я и вот 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Камера села Хорошо хоть удалось полетать и поснимать все это дело с высоты Но это реально нереально Кто здесь будет, приезжайте сюда Очень классно Пишите комментарии, ставьте лайки Сделайте репост в свои социальные сети Ну а мы отправляемся обратно уже туда И если вы смотрите этот выпуск, значит мы дошли и все хорошо Все, пока!